Здравствуйте! Не так давно в присущей мне манере я сказала, глядя в камеру, все, что думала о бывшем главе Мурманской депутате городского совета Степане Тонаныкине. Реакция была незамедлительной. Политик заявил, что хочет посмотреть мне в глаза и согласился ответить на любые вопросы. Предложение меня заинтриговало, встреча состоялась. И вот эксклюзивное интервью с человеком, который еще вчера был у руля власти, а сегодня в тени в нашем эфире. Интервью дают целиком, без купюр, все по-честному. Степан Александрович, вот мы сидим друг напротив друга, смотрим в глаза. Я вам благодарна, что вы согласились дать интервью. Независимо от того, получится оно откровенным, неоткровенным. Спасибо вам заранее. Вы, безусловно, вошли в историю города и политической жизни города, как первый глава, избранный из числа совета депутатов. Поэтому с тех пор я не помню ни одного какого-то такого развернутого интервью подробного, по крайней мере на нашем канале его не было. Я хочу с вами говорить о политике, о том, как вы стали относиться к политике, какие вы уроки для себя извлекли, о том, что сейчас происходит в совете. И все-таки хотелось бы вернуться сейчас в август 2010 года, когда вы были избраны главой. С какими мыслями вы шли? Какие вы цели и задачи перед собой ставили? И как вы можете охарактеризовать итоги, пускай не продолжительную, своей работы на этом посту? Понятно. В августе месяце, когда меня депутаты избрали главой администрации, конечно же, у меня были мысли каким-то образом улучшить жизнь в городе, сделать те же дороги. Хотя, когда с трибуны я выступал перед депутатами, некоторые депутаты и смеялись, что глава муниципального образования не должен заниматься дорогами. Я считаю, это не так. Конечно же, должен заниматься. Очень много было разных идей. Ну, соответственно, конечно же, я ничего этого не успел сделать, потому что ни команду не успел набрать. Я знаю, что вы и не пытались избавиться от прежней команды, то есть вы достаточно лояльно подошли к кадровому вопросу. Дело в том, что действительно, и в команде, которую набрал Сергей Алексеевич, там были и профессионалы, и я могу назвать их фамилии, это и Кондратьев Станислав Валентинович, сейчас он не работает, и Вишнякова Тамара Ивановна, я большим уважением к ним отношусь, они мне очень хорошо помогали. Много профессионалов в администрации, некоторые и сейчас остались работать, а некоторых уволили, соответственно. Поэтому шел я с одними мыслями, а ушел совершенно с другими мыслями, конечно. За эти четыре месяца я очень сильно переосмыслил все. И с моими генами мне там просто не место. У меня мама из Волгоды, папа из Брянска, соответственно, стремления огромного руководить у меня не было. Ну, так получилось, что меня депутаты выбрали. И, соответственно, я должен был работать на этом посту. Но в силу обстоятельств, тех интриг и всяких разных вот таких вещей, и со стороны депутатов, со стороны властей, ну, не мое это, не могу я просто выдержать вот этого все, смотреть. И у меня отношение очень сильно изменилось. Оно до того изменилось, что я и хотел из депутатов сразу уйти. Понимаете? Интриги. Их не было раньше. Вот сколько вы в политике? Когда вы впервые избирались? Знаете, я в третьем созове депутатов был. Вот такого не было. Было какое-то единодушие. Оказывали депутаты друг другу помощь. Я помощь оказывал неоднократно. Неоднократно. И депутатам. Я уже не буду говорить про свой избирательный округ, по детские сады, школы, про избирателей отдельных, ветеранов и хоккеистов на Дровяном и все такое. Но теперь я скажу, что я помощь никому не окажу, кроме своих избирателей, кому действительно помощь нужна будет. Ну, никому из депутатов. Потому что оказание помощи, как оказалось, может потом стать предметом судебного разбирательства. Вот самый вопрос. И тебя могут записать, а потом это все обнародовать. Понимаете, о чем я говорю? Я не хочу привязываться ни к чему, чисто вот так вот абстрактно рассуждаю. Вот если расставить по ранжиру ценности семья, карьера, политика, работа, в какой последовательности бы вы их расположили? Семья, работа. А вот дальше вот политика, карьера, как-то для меня это как-то в тумане. Политика представляет какую-то угрозу для вашей семьи, в принципе? Ну, я перефразирую вопрос. Не хотел бы я до этого вопроса. Когда вообще вот говорят о давлении, вот, допустим, испытывая на себе давление, вы понимали, что на чаше весов в том числе благополучие вашей семьи? Конечно. Не только благополучие семьи, но и огромные коллективы, тех предприятий, на которых я вот руководил, они тоже под угрозой. Понимаете? И поэтому я не могу сказать ничего лишнего. Раньше мурманчане как-то не обращали внимания на горсовет, наверное, не придавали внимания такое, так пристально не наблюдали за его деятельностью. Все знали, что депутаты, наверное, работают не жалея живота своего. Вот так получилось, что вдруг этот живот вскрыли, да? И все вот эти вот внутренности с кровью, с грязью и зловонием стали достоянием гласности. Вот как после этого жить и работать? Какие настроения старят сейчас в Совете? Ну, я могу судить только об этом из разговора с более близкими мне депутатами. И настроения, конечно, приблизительно одинаковые у всех. Какие? Ну, меня вот от всего этого тошнит просто. А как выходить из этой ситуации? Ну, я не знаю, я для себя даже не решил. Я же вам сказал, что у меня мысли были сразу уйти и из депутатов тоже. А что вас остановило? Ну, честно скажу, просили пока этого не делать. Не буду говорить кто. Отношение к вам изменилось? Вот в тот период, когда вы были, можно сказать, коронованы на должность главы администрации. Не администрации, мы все время путаем до сих пор. Глава муниципального образования. И когда вы стали рядовым депутатом? Конечно, изменилось. Вот это вот очень сильно меня задело и зацепило. Вот то лицемерие, вот то, понимаете, когда ты глава муниципального образования, почему-то к тебе так относятся не как к человеку. Почему-то стараются как-то вот лебезить перед тобой, каким-то вот образом выслушаться, что-то такое. Ну, я-то человек нормальный, поэтому вот это вот мне как-то я не приемлю это все. Я старался вникнуть во все проблемы, поэтому мне не хватало времени, меня приглашали на телевидение. В частности, и Артик ТВ приглашала на телевидение, и ТНТ приглашала. Про ГТРК не буду говорить. Ну, у меня чисто физически времени не хватало. Я 8 часов был на работе, в 9 часов вечера я приезжал домой, и тоже был на телефоне, тоже был постоянно на работе. В субботу я был на работе, в воскресенье я был на работе. Так что мне некогда было заниматься вот пиаром и как-то вот светиться на телевидении. Да ни к чему это, не люблю я это. Ну, а как изменилось отношение депутатов, как говорите, сразу после того, как вы перестали быть главой муниципального образования? А вы знаете, за два месяца не раздалось ни одного звонка. Ни одного звонка. Ну, в этом нет ничего страшного. Я как бы и не в обиде, не расстроился, ничего из этого. Просто вот как-то переосмыслил это все, думаю, ну как же так вот. Вот был нужен всем, тому помоги, этому помоги. Вот всем помоги, вот всем ты нужен. А сейчас никого не нужен, понимаете? Мы все-таки не хотели назвать имена, но мне вот интересно, какая-то осталась группа единомышленников? От кого вы сейчас в Совете считаете своим единомышленником? Александра, я могу назвать Ольгу Сорокину, а остальных я не назвать не буду никому. Ну, про Ольгу Сорокину все и так знают. Я, в принципе, когда был главой муниципального образования, лоббировал Ольгу Сорокину на пост главы администрации, поэтому здесь скрывать было бы смешно, а больше никого называть не могу. Еще могу сказать Светлана Макарова. Но сейчас такой жесткий прессинг идет в отношении Светланы Макаровой. Хотя вот я думаю, что это действительно человек, который разбирается в ЖКП. По Светлане Макаровне очень интересная ситуация. Вот я позавчера вечерку читал, по-моему, и во вчерашней вечерке, ну, откровенный, я сказал бы, наезд на Светлану Макарову. А вы знаете, что Светлана Макарова, вот когда я был главой администрации, ко мне пришла с вопросом, на нее вышли люди, которые подписывали дома. Эти люди имеют непосредственное отношение к действующей власти, скажем так, без контронизации фамилий. Игорь Степан Александрович, вот здесь у них нарушение. Вот здесь нарушение у них. Если вы скажете, я подпишу. Я говорю, Светлана, давайте по закону. Если вы можете по закону подписать, вы подпишите. Она не подписала. Ну, я не скажу, что это может расплата за то. Ну, возможно. Понимаете? И теперь ее, как-то вот, депутата городского совета, вот так вот, не знаю, нехорошо это. И все-таки, когда вы уходили, вы сказали, что главная причина того, что вы добровольно снимаете полномочия, это тоже теперь, наверное, послужит тому, что вы войдете в историю как человек, добровольно сложившийся в себя полномочия, глава муниципального образования. Вы сказали, что вы не смогли или не чувствуете в себе сил консолидировать совет. А вот сейчас он консолидирован? Нет, конечно. И в чем это проявляется? Ну, допустим, последнее заседание принятия бюджета. Последнее заседание, ну, вы же в курсе, присутствовала ваша телекомпания, что бюджет не приняли изначально, когда голосовали кнопками. Когда вернулись в повестку дня и голосовали уже руками, соответственно, бюджет прошел. Потому что, ну, многие депутаты не хотят, чтобы потом, может быть, какие-то меры к ним воздействия были приняты, или, может быть, как-то на них повлияли, почему они против голосования бюджета. А как можно повлиять на депутатов? На депутатов? Ну, давайте вот мы сейчас не говорим, не называем фамилии, не называем имена. Какие, вот вы сейчас поняли, какие есть рычаги влияния, как устроена эта власть? То есть это не просто собрание народных избранников, которые пришли, обсудили и ушли. Александр, ну, вы же прекрасно понимаете, как можно повлиять на депутатов. На депутатов бюджетников повлиять, если он зависит от бюджета, как на него повлиять? Где-то может недофинансирование, где-то может не оказана будет помощь там в чем-то дополнительное еще. А на депутатов с коммерческих структур тоже можно повлиять. Ну, не на всех, не на всех, конечно. Ну, можно. А интересы избирателей от этих политических войн и интриг страдают? Конечно, страдают. Меньше внимания уделяется избирателям. Ну, какой-то положительный урок вы вынесли из своего пребывания, можно сказать, на вершине власти? Конечно, вынес. Несомненно. Были ли там положительные моменты? Я же говорю, там же не все такие закостенелые чиновники. Есть и действительно люди, с которыми можно работать, общаться и доверять можно им. Так что и положительные моменты были, да. Ну, если бы возникла такая ситуация в жизни, и, как я уже неоднократно говорил, мне бы заработную плату в миллион рублей платили, я бы ни за что, никогда не пошел бы на этот пост. Никогда. А вы понимаете, в какой сейчас растерянности пребывают жители города Мурманска, да? То есть, что им думать, как им относиться? Или действительно вот та технология некого молчания, либо просто прямого пиара, да, в отсутствии диалога, обсуждения и участия граждан, да, в этом, в принципе, самоуправление все-таки, пускай опосредованно через депутатов, может как-то эту ситуацию сгладить. Все, помолчим, помолчим, забудем, глядишь, к следующему созыву. Мне бы не хотелось на этот вопрос вообще вот так развернуто отвечать. Ну, известно, что язык враг мой, потому что я могу так оно говорить, что потом это отразится и на тех коллективах, где я работаю, вот в общем вопрос. Все-таки не могу не вернуться к делу Мусатяна, очень часто, подходя к депутатам, пытаясь с ними говорить на эту тему, да, слышали словно заученную фразу «мне стыдно, что этот человек работал с нами». «Мне стыдно, хотя еще нет обвинительного приговора». Я являюсь свидетелем по этому делу, но я могу сказать честно, что мне не стыдно. Я Андрея Николаевича уважаю, хотя и так получилось, что я являюсь свидетелем в этом деле. И, Александр, хочу вам спасибо сказать за то, что вы с экрана немножко меня, можно сказать, так взбодрили, назвав подлецом. Действительно, я совершил такой поступок, ну, можно сказать, даже подлый, да. Хотя, если вникнуть в те вот моменты, почему я так поступил и сделал, то можно было так и не говорить, можно было сказать подмягче. Ну, я считаю, что человек, который вот так сейчас со мной сидит и обсуждает эти проблемы, не является подлецом. Вот сейчас перед телезрителями я публично приношу извинения. Наверное, я погорячилась. Ну, погорячились многие. В конце концов, на ошибках учатся, ошибки надо, наверное, признавать и исправлять. А в целом, как бы, все считают, что все нормально? Ну, как же нормально? Ну, как же нормально? Депутат сидит в тюрьме. Действительно, решения суда нет, поэтому никто не может его назвать преступником. Ну, каким-то образом всплывают документы в интернете, протоколы допросов. Вот здесь может быть вопрос к следствию, может, прокуратуре вопрос, я не знаю. Вот очень много интересного здесь. В принципе, вот, насколько я понимаю, да, все происходящее, вопрос стоит так. Так, если это взятка, передачу денег никто не отрицает, то почему на свободе те, кто взятку эту получил? А если это событие, которое нельзя вырывать из контекста, то существовала какая-то практика, да, какая-то традиция взаимоотношений между депутатами, вот этой взаимопомощи, помощи, поддержки сторонников. Уж не знаю, на что они тратили эти деньги, на своих избирателей, на себя лично, мне сложно сказать. Но это как бы часть нашей российской политической культуры, начиная с низов и заканчивая верхами. Александр, я являюсь свидетелем, я не буду комментировать эти вопросы перед телекамерой, вот тоже я могу вам объяснять ситуацию. А как вы видите свое будущее в политике? Вы знаете, очень туманно. Я не принял окончательное решение, возможно, что я и уйду из депутатов. Потому что действительно у меня резко изменилось соотношение к многим депутатам. Я вот тем отношениям, теми поступками, которые они совершили, что-то вот у меня сломалось, понимаете, вот об этом трудно говорить. Вот какой-то доверия нет уже. Вот вера не в людей, а в депутатов, меня как-то вот ее сломали. А вот есть мнение, в частности, ваш коллега по депутатскому корпусу Юрий Макаренко озвучил, что, в принципе, кому-то выгодно подорвать авторитет местного самоуправления. Сделать его таким каким-то ущербным. То есть не будет народовластия. Нет, ну, депутаты представляют интересы своих избирателей. Каждый депутат работает в своем округе. И вот те наболевшие вопросы, которые существуют в округах, допустим, у кого-то течет кровля, зачастую уже до чиновника невозможно достучаться. Вот я сам в этой шкуре был и знаю, какие очереди стоят на запись, как меня ловили на крыльце. Все останавливался, выслушивал, что не записывают, не записывают, не записывают на прием. Ну, чисто физически, конечно, невозможно принять, допустим, треть населения города Мурманска за один прием. Я понимаю это все. Но проблемы все одни и те же в городе. Это ЖКХ у нас, это текущие кровли, это ремонт подъездов, это уборка снега, это мусор, это то, это все. Это все прекрасно знают. Ну, конечно же, депутаты, я не буду говорить, что не работают. Депутаты у нас работают, тут надо отдать должное, в округах работают своих. И ведут приемы, и разбираются, и как-то пытаются воздействовать на администрацию, чтобы решить вопросы. Ну, вот сейчас вам ничего не мешает, поскольку вы, так сказать, выключены из этих политических интриг, да? Вы как бы из эпицентра переместились на периферию этого процесса, именно работать в округе. Да, слава богу. Ваш округ, какие там проблемы? Как складываются ваши отношения с избирателем? Ну, ну, сейчас... Насколько вы находите поддержку от них, и, в свою очередь, готовы им оказывать поддержку? Вот эта связь, главное, не порвалась? Нет. Вот, я общаюсь со своими избирателями, вот, в частности, недавно Алексей Сырников был с Дровянова. Кстати, он пять лет оббивает пороги администрации строительства корта хоккейного. На Дровяном есть спортивная команда, но она не общественная организация, а просто такой человек есть, Алексей Сырников, в которой энтузиаст своего дела, он с детьми возится уже, не знаю, лет 15, наверное. И эта хоккейная команда по области обыгрывает, ну, всех практически. Я помогаю хоккейной команде, допустим, там, или клюшки нужны, там, или то, или сё, там, и сятое. Сейчас вот буду заниматься, вот обещаю Алексею Сырникову перед камерой, буду заниматься хоккейным кортом, потому что я не думаю, что где-то там я пробью финансирование, но у меня есть свои определенные возможности помочь, поэтому буду помогать вот сейчас на Дровяном, Алексею. А так, кто вообще обращается, то, если есть у меня возможность помочь, конечно же, я помогаю. И помогал, и в третьем созыве, и сейчас помогаю. Ну, я чувствую, Ваши слова, всё-таки, некоторое такое разочарование, да, сейчас. И, в принципе, вот из всех депутатов, наверное, только ещё единственный коммунист Ольга Панина, вот, она как разочаровалась однажды, так, в принципе, не скрывает своей готовности сложить эти полномочия. Вы знаете, Александра, самый первый у нас, Олег Геннадьевич в камеру сказал, что совету надо распуститься. Я поддерживаю Олега Геннадьевича. А Олег Геннадьевич сам готов сложить полномочия? Это вопрос к Олегу Геннадьевичу. Он самый первый в камеру сказал. Ну, в принципе, такие настроения есть? Есть настроения, я общался с депутатами, опять же, по понятным причинам, не буду называть фамилии, есть настроения такие. И, опять же, теперь я уже некоторых депутатов уговорю не делать этот поспешный шаг. Может быть, всё нормализуется, может, каким-то образом действительно консолидируется совет, что мы будем работать так, как должны работать. Но если бы вы всё-таки уходили вот сейчас, то какие бы слова напутственные вы бы сказали коллегам, которые останутся работать, от каких бы ошибок вы их предостередили, опираясь на свой опыт? Ошибок каких? Ну, что бы вы им сказали? Я бы сказал, чтобы они не предавали друг друга больше. Ну, от себя бы, я лично бы, как я уже говорил про помощь, чтобы очень осторожно оказывали друг другу помощь. Потому что это может быть столкованно, нестрактованно не так, как на самом деле есть. А что бы вы сказали мурманчанам, уходя из политики? Как-то вот вопрос, конечно... Но вы не думали, давайте посидим, подумаем. Нет, я не буду в камеру говорить. Ну, значит, вы ещё не готовы уйти из политики, раз вы не сформулировали. Нет, я сформулировал, но я в камеру говорить не буду. Это может прозвучать таким образом, что... Нет, не буду говорить, ничего не буду, Александр, говорить. У меня очень много достаточно резких и жёстких слов, которые по понятным причинам тоже я не могу сказать. Я вам отдельно могу всё это сказать. Всё-таки политика всё равно же. Правильно. А в чём смысл политики? Как вы понимаете? Политика? Вообще, конечно, вот есть мнение, что политика – это грязное дело, да? Вы знаете, вот всё больше и больше в этом я убеждаюсь. Ну, для чего нужна власть, Александр? Вот мне власть не нужна. А кому-то кто-то стремится, вот рвётся туда, царапается, лезет на эту гору, там, вот, кого-то пинает, кого-то спихивает, предаёт, продаёт. Кому-то эта власть нужна. Я на этой шпиле побалансировал, побалансировал, и, слава богу, я спустился сам потихоньку. Меня оттуда не скинули, от этой власти. Но я там ничего хорошего не увидел для себя наверху. А если не секрет, что вам говорит жена по этому поводу? Важно с ней дружеские доверительные отношения? Конечно, она мне, честно скажу, она говорила, может, не будешь спешить, может, не будешь уходить. Я говорю, Свет, я не могу, не могу. Не физически я устал, я просто был вымотан морально со всех сторон. Ну, и она меня поняла, конечно, что она жена. А ваш сын? Он интересуется или это, слава богу, еще слишком далеко от него? Да нет, сын учится в школе, он так... Иногда вопросы задавал там разные, и всё так далеко. Что такое хорошо, что такое плохо? Да, да, крышка сын. К отцу пришел и спросил от него. Ну, что-то же должно быть у нас светлое. Вот как-то, вы знаете, мне кажется, что вся вот эта ситуация... Уж я не буду разбираться, кто там виноват, кто не виноват, кто был катализатором, не катализатором, какие интересы столкнулись. Но что-то действительно изменилось в Мурманске. Что-то вот не было такого раньше у нас в нашем городе. Да, что-то изменилось. Чем сейчас занимаетесь? Ну, на рыбалку я еще не ездил, потому что все-таки еще светлого времени мало, но собираемся на следующий выходной обязательно съездить на рыбалку. Ну, и работаю, соответственно. Мой коллега, анонсируя сегодняшний эфир, задался вопросом, какого же цвета власть в Мурманске? Не белая и не черная. Может быть, это и есть серо-буро-малиновый оттенок? Решать вам. Думаю, каждый услышал то, что хотел. Не знаю, насколько содержательной, на ваш взгляд, была беседа, но поговорили мы со Степаном Александровичем по душам. Формат мне показался интересным. И если кто-то из политиков так же, как и Тананыкин, захочет посмотреть мне в глаза, милости просим вас в цвета власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова